Человеки, ну вы какие-то странные ждали, ждали нас возле гостиницы, мы вышли, вы ничего нам не сказали, даже... А потом обижаетесь, что мы с вами не сфоткались. Странно. Хотя ничего особенного не происходило в моей жизни, я проснулся в Сургуте, попил кофеёк, подрочил и вышел на улицу, никакого рок-звазуна. Стопроц теперь будете говорить, что мы пидоры, зазнавшиеся. Мне на самом деле похуй на вас, я вас не считаю там какими-то звёздами, я не ваша там фанатка, которая прям а-а-а, у меня ж на 14 лет. Ты, наверное, считаешь себя, да, каким-то охуенным пацаном, звездой там себя считаешь, я тебя таким не считаю, ты обычный пацан, как бы, ты для меня никто, я тебя не считаю звездой, у меня ещё похуй на тебя. Я ещё тысячу раз скажу, что мне похуй на тебя. Не-не, я на самом деле понимаю, зачем ты пишешь такие песни для 14-летних девочек. Ну, типа, я понимаю, что ты нормальный пацан, просто ты хочешь заработать бабла, скорее всего, как бы, всё нормально. Ой, да кому ты рассказываешь, в этом мире всё ради денег, типа, я работаю лично вот официанткой в своём ебучем кафе, зарабатывая 10 тысяч рублей в месяц, и, как бы, я ради денег готова на всё. Ты, наверное, тоже. Я потрачу всю свою энергию, всё своё время для того, чтобы доказать, что мне на тебя похуй. Как бы, я вырвал микрофон у журналистки на Первом канале, просто на всю страну скажи, что мне похуй на тебя. Какой у нас красивый город, просто идём с Полиной прогуливаемся, но жалко, вот мы сейчас на Дворцовой, и весь вид портит распродажа ДПСовских машин. Блин, я не знаю, может, у них тут сходка или чё, но, блин, это странно выглядит. Блин, ребят, я вот, конечно, очень люблю ходить в туалет, но мне кажется, что он слегка портит вид вот здесь вот. Вот как вам кажется? Вот смотрите, какой красивый дворец, тут жили цари, а тут цари ходят посрать. Ну, как-то не Камильфо, что ли? Хрен за... Чё, реально, этот туалет стоит тут уже несколько лет, вот я себе не могу представить, чтобы рядом с Лувером поставили сральник. Весь вид портит, да пусть? Она согласна. Но, всё-таки, конечно, очень красиво, хоть и шумно, но вот это что за стиль? Это классический постмодернизм или что такое вообще рядом с зимним? Ребят, вот вы хоть кто-то, хоть слово скажет ещё про то, что в Париже грязно? Что это, блин, за дерьмо? Тут везде валяется какая-то срань. Там кто-то спит. Ну, что это вообще такое рядом с объектом культуры? Продолжаем передачу ревизора по объектам культуры. И вот смотрите, здесь у ребят был неплохой такой пикничок. Тут и Вильям Лоусон стоит, и объедки кукурузы, и фьюсти, хабарики. И просто пикничок такой. Знаете, вот мы всё время говорим про то, что в нашем государстве что-то несовершенное и так далее. Но, блядь, когда люди рядом с главным объектом архитектуры в Петербурге, в культурной столице, просто срут на газон, блядь, о чём можно говорить вообще? Пусть. Я не знаю, я не знаю, не знаю. Адиль, расскажи мне, почему казахи опережают русских русскому рэпу? Что мы сделали не так? Что вы сделали правильно? Расскажи мне, Адиль. Факс! Так, ну серьёзно, казахи сейчас версят, блядь, русский рэп. Рак, перископ, майки, точка орг, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты ещё не понял, заходи, тут ссылка в описании. Это лучший магазин, бау.